Всем доброго дня, с вами снова сегодня МЗАП. Сегодня у нас интересный автомобиль, это Kia Soul, девятый год. У нас здесь турбодизель 1.6 D4 FE. Мотор 116 лошадиных сил, очень хороший, надежный. Также устанавливается в Tucson i40, Kia Seat, поэтому мотору вообще жалоб, то есть в целом нет. Конечно, есть моменты по, в основном, течь масла. Это прокладка клапанной крышки. Этот Soul у нас был в прошлый раз, на последнем визите он был на замену прокладки клапанной крышки, менялась. Прокладка клапанной крышки, также менялись под форсунками колечки все, обслуживалась. Была проблема течь масла из-под клапанной крышки, и также подтекала трубка подачи давления на турбокомпрессор. Но там мы уже исправляли работу, там прокладка металлическая, ее поставили неправильно, кто-то снимал, там что-то делал. Поэтому исправляли. Сегодня, сегодня автомобиль обратился с тем, что при резком ускорении машина захлебывается. Захлебывается, и загорелся чек. Смотрите, вот такая ошибочка. Висит у нас 0047. Электробагнитный клапан. Почему затронули эту проблему? Потому что так же на Киа-Сит, везде, где стоит этот мотор, есть такая проблема. Рано или поздно, в 50 тысяч, она может 100, 150. Это обрыв цепи клапана управления турбокомпрессором. Вот смотрите, у нас получаются вот такие трубочки, да, вот от вакуумного насоса, и пошли они на этот. И вот он стоит непосредственно, сам клапан управления внизу. Во-первых, по поводу клапана управления этого, у него также имеется воздушный фильтр, который иногда нужно чистить. Чистится он очень просто довольно. Вот шланчики мы поснимали. То есть, главное, не перепутайте, когда будете обратно ставить. Также вскрываем крышечку, там стоит воздушный фильтр, продули эту губочку, все прочистили. Так же бывает шланг, песок. Сейчас происходит следующее. Клапан управления, он работает, но не совсем. То есть, он не производит сброс избыточного давления. Смотрите, сейчас запущу я, дам газу. Мы услышим характерный такой звук избыточного давления в корпусе воздушного фильтра. То есть, обратный не должен втягивать себя, а после сброса газа мы услышим, как он распирает корпус воздушного фильтра. И так же машина стоит в аварийном режиме, то есть, до 3000. Теперь, самый главный момент. Почему проблема? Потому что причиной является клапан управления, который установлен под впускным коллектором, и он стоит на резиночке. И сейчас я вам покажу. Там проходит проводка, жгут. То есть, причиной может быть, как сам клапан управления, то есть, сгорел соляной, или что-то с ним случилось, да? Ну, такое бывает крайне редко. Потому что этот соляной используется как для дроссельной заслонки для глушения, так и, в основном, для турбин. И это неважно, Kia Sorento, Hyundai Grand Starks, все турбины, которые у нас были с клапанами, с актуаторами, у них у всех используется такой же клапан. Но здесь на что следует обратить внимание? Смотрите, смотрите, смотрим, вот проводочка, она прям, сейчас я возьму такую, как бы, укажечку, вот сама проводка стоит жестко, а сам клапан вибрирует, постоянно вибрирует. Делаешь, чтобы видно было его, как он дергается? Да, видно, вот так. Именно смотрим вот на этот провод, то есть, на этот провод, то есть, ну, вот здесь плохо видно, но дергается. Он постоянно дергается, и его обламывает внутри, либо вот здесь, либо вот здесь, в начале. Как правило, откручиваем изоленту, убираем и находим оборванный провод, обламывается. То есть, проводка основная стоит жестко, и вот именно отвод, разъем, который подходит к клапану управления, он постоянно под вибрацией, вот такой, постоянно. При больших пробегах, уже там 100-150, проводка тоже становится жесткая, она не выдерживает и обламывается. В нашем случае, пока мы не знаем, что именно сломалось здесь, обломился провод внутри, либо это сам соленоид вышел из строя. Сейчас сделаем попытку сбросить ошибку. Так, кроме этого у нас больше ничего нет. Что-то даже щелкнуло там, после сброса ошибки. Вот, ошибка у нас не сбрасывается. То есть, делаем еще раз попытку сброса, удаление. Удалили. Еще раз заходим. А она снова появляется. Можно самое простое, подкинув другой клапан управления, но, напомню, чаще всего в клапанах вакуумных, они ломаются, потому что некорректно сбрасывают. То есть, поздно скидывают или не скидывают вообще давление. Но вот сам соленоид, чтобы развалился и был обрыв цепи, ну, это очень большая редкость. Скорее всего, здесь, как и у всех, на моторе, кстати, у нас есть 1.6 и очень похожий. Мотор еще есть 1.7, то есть, который ставится на спортэш, там, на И-40 тоже устанавливается 1.7. Турбодизм очень похож на этот. Я бы даже сказал, это практически одно и то же. И вот там точно такая же проблема. То есть, он расположен также под коллектором, и там же также обламывает этот провод. Поэтому, если вы даже визуально видите, что проводка выглядит хорошо, это не значит, что там нет проблем. То есть, скорее всего, она там. Но в любом случае, прежде чем говорить о чем-то, сейчас клапан управления снимаем, просто подкидываем любой другой. Мы можем подбросить от Hyundai Grand Star, скис, соренто, Hyundai Porter, неважно. У них дело в том, что сейчас у нас обрыв цепи, прямо именно обрыв цепи. Да, если мы сюда поставим от Porter или от Соренто, работа будет некорректна, неправильно будет работать турбина. Но подкинуть, чтобы именно обрыв цепи, выявить обрыв цепи, мы сможем без проблем. Так, нет, давай вообще по машине что скажем. Так, ну, а вообще, вообще в целом, с двигателем 1.6, 1.7, турбодизель, если кто-то хочет приобрести и боится, советую взять, проблем с ним никаких нету. Также ходит ГРМ цепи, то есть, ходит сам двигатель, работает без проблем. Многие задумываются на таких авто, как Сид, напомню, i40, Sportage и Soul, задумываются взять дизель или бензин. Я много слышу от клиентов, что 1.6 бензиновый не тянет. То есть, они жалуются даже на Soul, она довольно легкая, все равно она не тянет. И те, кто хотят порезвее, то советую вам взять дизель. То есть, это экономный. Ну, да, кто-то сразу скажет, что до поры до времени, а потом он с вас вытащит все. Нет, случай, вот смотрите, у нас нет видео даже по ремонту двигателя, потому что мы этого никогда не делали. У меня есть практики, да, я разбирал два раза двигатель, делал головку, что-то этот, но это по вине самих клиентов. То есть, не меняли масло, не следили и так далее, так далее. А в целом, то есть, если взять по подвеске, по кузову, все очень просто. То есть, сзади вообще стоит балка, ломаться нечему. Спереди тоже один день рычаг снизу, стоит стойка и все. То есть, больше ничего нет. Так, смотрите, по проводу изоленточку убрали. Вот так вот два провода здесь. Дело в том, что он может обломиться внутри, и вы визуально можете не увидеть. То есть, его надо прям потянуть. То есть, если там есть обрыв, то он оборвется. То есть, тут контакты, все провода не мягенькие, то есть, вопросов нет. Вот два клапана управления, обычно бы уж подбросил, и проблема ушла. Ошибка, то есть, даже в соленоиде что-то болтается, и если трясешь, что-то болтается. Так, и по клапану самому управления, то есть, периодически тоже советую там каждые 50 тысяч, хотя бы там 40-50, скрывать. Смотрите, многие снимают вот это вот алюминиевое колечко, распиливают, раскрывают, это лишнее, не надо. Потом стягивают хомутом, и он перестает работать. Много раз сталкиваюсь, когда его разберут, потом клеят, что-то ломают. Нет, все очень просто. Вот, скрываем. Вот, открылось. И, неважно, также у вас Соренто, Иран Старакс, вот она губка. Продули, и самое главное, тоже, конечно, иметь сжатый воздух, надо дунуть вовнутрь. То есть, потому что вот здесь в шлангах тоже скапливается песок. Не нужно все остальное скрывать и ломать, потому что я насмотрелся уже, это очень страшно. Дело. Ну, все, сейчас соленоид есть в наличии, соленоиды подходят от, даже, по-моему, они все разные. Допустим, по сути, принцип работы у них один и тот же, но отличие у них в креплении. Допустим, вот этот у нас Kia Sorento BL прикручивается на болтах. Это, допустим, саньонг у него, потому что в другую сторону отводы, вот клапана идет. В Гранд Стараксе вот именно вот такой у нас как раз с Hyundai Гранд Старакс 2.5 турбодизель. То есть, по креплениям, а по факту, по работе вполне возможно, что он вам не подойдет. Ну, все, соленоид поставим сейчас новый, проверим, как все работает. Но, то есть, имейте в виду, что провод может обломиться. То есть, здесь у нас пробег небольшой, пробег в районе 56 тысяч. Почему и как вышел из строя сам клапан, это загадка, потому что они довольно надежные. Ихними проблемы появляются там от 100 и выше, то есть до 200. И в основном причина это забитый, забитый этот воздушный фильтр клапана. Так, ну что, все, наверное, на этом закончим. В принципе, если что, с мотором 1.6 можете брать смело. Я думаю, что будьте довольны. Один из лучших, экономных. То есть, для этого, то есть, именно машин такого класса, как, допустим, сит и сол, вообще просто изумительность. Заводится, кстати, зимой тоже без проблем. Лишних проводов электроники нет, поэтому, все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok